доброго вам здоровья все лето пчелы летали собирали нектар пыльцу практически не отдыхали в улье они перерабатывали нектар в мед пыльцу в пиргу что же происходит в пчелином улье зимой многие думают что не пчелы как и другие насекомые бабочки жуки многие насекомые впадают в спячку но это не так зимой пчелы не спят можно конечно было бы подойти вот к этим примерно ульям снять крышки и посмотреть на рамки сверху увидеть пчел но тем самым мы нанесем ну небольшой но вред зимовки пчел пчел и даже при небольшом вмешательстве будут более активные температура повысится и они будут потреблять ну чуть больше корма если это делать часто тем самым мы ухудшим зимовку но у нас есть улей конкретно вот этот улей я делал для того чтобы можно было наблюдать за пчелами в том числе и зимой и не наносить им ущерба или урона и несколько слов все-таки что же это за улей ну официальное название он имеет кенийские улей я не буду вдаваться в подробности у меня есть видео на канале по сути это колода колода для пчел колода может быть как вертикальная где пчелы когда появляется дупло не зимует и когда уже эта самая колода падает они также могут не жить и уже горизонтально вот это по сути горизонтальная колода здесь пчелы самостоятельно оттягивают вот эти вот свои сотые языки так называемые а наклонные стенки вот этого улья не позволяют приклеить вот эти языки сотых к стенкам что способствует хорошей зимовки пчел ну и все-таки давайте уже заглянем что же делается у пчел зимой вот мы открыли улей здесь видно как они оттягивали они развивались с этой стороны оттягивали соты вот видно там даже видно малюсенькие вот только они начали в следующем году я думаю они продолжат значит на зиму пчелы заделывают все щели прополюсом даже старые пчеловоды опытные по раньше считалось что потому как пчелы прополисует свое гнездо могли определить на насколько холодная будет и суровая зима не на старого не на опытного пчеловода я никак не тяну но мне кажется что в этом году пчелы больше прополисуют свои гнезда кстати если есть у нас пчеловода кто смотрит напишите как как вы считаете если в этом году отличие от предыдущих годов больше ли прополюса они используют для заделывания своих щелей и отверстий значит пчелы зимой собираются в так называемый клуб они делают такой шарик внутри клуба температура ну если верить литературе около 14 и 18 градусов снаружи клуба намного меньше пчелы не любят сквозняков вот мы открыли их здесь стекло он уже остыла мы сейчас закроем чтобы они опять его нагрели тел и которые снаружи они практически и мало подвижны и они здесь как бы остывают со временем давай давай мы закроем закроем им чтобы даже стекло не остывало в процессе зимовки не даже не в процессе зимовки а буквально за несколько вот этих минут часов пчелы меняются местами те которые внутри они поедают корм своим движением нагревают сам клуб в середине чтобы которые снаружи как бы вот этой оболочкой их согревают и со временем они меняются местами те которые были снаружи уходит внутрь клуба те которые были внутри клуба выходят снаружи вот так происходит зимовка пчел матка скорее всего в это время находится в самом тёмном теплом месте это в центре клуба чем сильнее морозы тем плотнее сжимается клуб чем теплее клуб становится шире и если температура даже зимой повышается довольно высоко клуб может распадаться и они могут двигаться и при у нас белоруссии даже зимой при повышении температуры могут пчелы вылетать и облетываться не знаю насколько это хорошо или плохо но вот так происходит вот еще выглянуло солнышко осеннее и также этот улей позволяет заглянуть не только сбоку что видно через стекло но и что происходит у них снизу у него открывается дно дно сетчатое тем самым мы ничего не меняем микроклимат вот кстати пчелки вот бегают на сеточки вот такое дно как бы мы открыли дно фото выпадает 2 я вот так они там живут значит еще несколько слов об этом улью об этой конструкции он имеет два литка в две стороны вот здесь тоже если только вот он сейчас закрыт такой дубовой вставочкой в следующем году мы сюда тоже заселим семью и она когда они разобьются если им будет тесно то мы их объединим в одну и я думаю получится ну такая довольно сильная семья значит можно открыть крышку как бы это тоже вот здесь они у нас накрыты вот эти наставки которые ой были вот вот таким вот образом они оттягивали короче мне понравилась вот эта конструкция то есть если их сильно очень усилить и вот такие поставить две штучки сверху то они сюда сами оттягивают сами приносят и получается вот тот хваленый называемый дикий мед на зиму я естественно немножко подкармливал их потому что медосбора у нас хотя внутрь не лазил внук вас внутри не отобрал нет ни одной ни одной рамки ни одного языка а то отбирал вот отсюда ну поэтому немножко подкормил ну вот эти вот рамки мне понравились на них понравились вот эти брусочки с медом все заказа закроем их чтобы они не мерзли и закроем литок чтобы никто ничего не воровал так чем же занимаются пчелы зимой по сути они сидят и едят тот мед который заготовили за весь сезон причем они его едят и ни разу не выходят на улицу погулять и не не очищает свой кишечник если мед качественный он практически не оставляет продуктов разложения он полностью усваивается в организме пчелы съедают довольно большой объем меда 18 и выше там 20 чем-то не помню килограмм меда пчелиная семья съедает за зиму и при этом у нас такого нету а в холодных регионах в течение 6 месяцев они сидят его едят и никогда не вылетают очистить свой кишечник кишечник то есть сходи сходить в туалет пчела позволяет себе только на улице в полете в улье это происходит только при заболевании пчел или при некачественном меде которая с которым они уходят в зиму новый пчелиный сезон начинается с осени начинается с того как мы подготовили пчел в зиму от этого будет зависеть и весь сезон как пчелы выйдут из зимы ну будем надеяться что мы их подготовили хотя вот на этом на этой семье будет проводиться эксперимент я их практически не обрабатывал от клеща ну как бы вроде бы они у меня дикие ну диких пчел вообще не бывает я там уже неоднократно говорил пчелы все одинако пчелка прилетела села все убежала чего ты их тут самому холодно она летает может мы их потревожили не знаю ну сквозняка мы им не создали когда открывали значит всех пчеловодам желаю хорошей зимовки хорошо выйти из зимовки если я что-то важное не до рассказал напишите это в комментариях есть у вас видео которое если вы сами снимаете видео если вас видео более полные интересные которые лучше моего ли дополняют чем-то сделать делайте ссылки на свое видео пускай люди их смотрят ну на этом мы закончим мы к этому улю будем подходить еще не раз течение зимы и наблюдать как они будут двигаться передвигаться и на том как будет формироваться расширяться сужаться этот клуб и надеюсь мы доживем но мы это а ну хотя мы тоже доживем до облета и весной будем смотреть как облетывается пчелы как заканчивается зимовка и начинается новый сезон хотя новый сезон уже начался всем удачного зимовки и до новых встреч всего хорошего пока и не болейте до новых встреч Субтитры подогнал «Симон»